Дождливое утро не стало помехой для собрания собственников гаражного кооператива на Бурачко. Тема обсуждения за последние несколько лет у них одна. Что делать и как уберечь свое имущество от предприимчивого соседа. По словам Валерия Терентьевича, в свое время, когда построили эти гаражи, райисполкон попросил выделить два места для ветеранов войны Афганистана. Так и было сделано. После этого это место оказалось у одного нехорошего человека, Алексей Захарченко, и он стал строить себе особняк местных гаражей. Построил особняк и взялся за придомовую дорогу. Он ее засыпал вместе с пожарным проездом. На этом предприимчивый сосед не остановился. На месте зеленой зоны, где раньше играли дети, он выкорчевал деревья и вырыл котлован. Что он задумал сделать на этой территории, местные жители пока не знают. Очевидно одно – он захватывает район. Всю землю подбирает от себя. Сейчас вот за гаражами там тоже строят. А сейчас вот по дороге льется вода, и она идет вот сюда, к нашим гаражам. Если он забьет вот эту дорогу нам, перекроет, то все гаражи поплывут. У собственников гаражного кооператива есть кадастровый паспорт, в котором до миллиметра указана их территория. Тем не менее, оппонент действует вопреки этому документу. Все, что 540 квадратных метров. То есть у нас под гаражом и по бордюр, по бордюр, есть отской стороны, по бордюр. Здесь обозначены Косогор-1 и Косогор-2. Но человеку плевать. Человек вот взял просто самовольно и выкопал. Местные жители переживают, что в итоге из-за действий одного человека весь район останется без воды, отопления и света, так как строится он на коммуникационных линиях. Этот товарищ отступил от кооператива «Метеор» где-то метров на 200 и строит автомойку. Вот к нашему дому он подключился к канализации, нас уже неоднократно заливал. Если сейчас не принять меры, то мы можем оказаться без отопления. Почему он так смело себя ведет и чем подкреплено его поведение, жители не понимают. Документы на застройку никто не видел. Между тем, в то время как собственники гаражей рассказывали о насущной проблеме, человек, который ее создал, наблюдал за всем происходящим из-за угла, сидя в машине. Он отвечает одно бандитским своим гонорам. Я построю и вас вызову отсюда. Все, вы здесь никто не будет, я буду здесь хозяин. То есть, вот он один, получается, понимаете, вот дома, вот дома, вот эти все дома, и там все эти дома, получается, 10 домов. Лищены одного человека, который нам все неудобства, понимаете. Стоит отметить, не все собравшиеся жители были готовы говорить на камеру. Объясняют это тем, что от этого соседа можно ожидать чего угодно. Поэтому они боятся за свое имущество и жизнь. Алина Черненко, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова